Всемирный день радиолюбителей непосредственно связан с увлечением, которое принесло человечеству немалую пользу. Wi-Fi, телевидение, сотовая связь – все это благодаря тому, что любители техники продвигают вперед современные технологии, развивая тем самым и саму цивилизацию. У нас в Рязани существует клуб радиолюбителей в ДСААФе. Все это сделано для того, что клуб увлеченных людей – это незабываемое чувство, когда ты, допустим, настраиваешь антенну долгое время, пытаешься с кем-нибудь связаться, а потом слышишь ответ из совершенно другой страны или региона. Чем дальше свяжешься, тем больше радость. Но помимо этого, также мы общаемся в своих кругах, допустим, в Рязани, на гражданском диапазоне. Общаться на гражданском диапазоне может любой желающий, приобретя себе рацию. А вот чтобы осуществлять связь с другими континентами, странами, людьми, радиолюбителям необходимо получить категорию. Для этого увлеченные люди сдают специальный экзамен, после чего им присваивается собственный позывной. Именно с помощью длинных радиоволн, которые способны отражаться от ионосферы, можно достучаться до других стран. А вот короткие волны эффективны на территории города. Они обладают хорошей проницаемостью сквозь здания, отражаются от препятствий, способны обогнуть небольшой рельеф, например, холм. Ультракороткие волны способны проникать сквозь тропосферу и распространяться в космосе. Ограничений нет. Со спутниками мы также общаемся на больших частотах. Так что сигнал, уходящий за пределы Солнечной системы, может идти вечно. И, возможно, когда-то на подобное послание смогут ответить внеземные цивилизации. А пока технологии, применяющиеся для приема информации со спутников Земли, изучают рязанские радиолюбители. Сейчас в планах у нас с одним из радиолюбителей Рязани, с местным, осуществить ССТВ-передачу фотографий по радиосвязи. То есть звуковой сигнал расшифровывается компьютером, принимается и составляется либо видеосигнал, либо фотография. Кроме того, в настоящее время лучшие умы планеты разрабатывают способ передачи информации под водой. Как известно, например, в море или океане идеального способа связи сейчас нет. Вода глушит радиоволны. Но, вернувшись на Землю, стоит сказать, что рацию приобрести себе может любой человек, что полезно. Например, при прогулке в лесу. В случае чрезвычайного происшествия закон не запрещает использовать служебные частоты для предотвращения гибели. Их можно узнать в интернете. Вот, допустим, станция Аргут А-45. Но она маломощная. То есть у нее радиус действия от силы 3-4 километра по городу в лучшем случае. Это вот уже недавно была приобретена станция китайская. Уже более мощная. Примерно в 400 раз мощнее. У нее радиус действия уже при желании километров 14. Так что пользуйтесь рациями лучше всего с большим диапазоном приема. Это один из самых быстрых способов связи. К тому же он бесплатный.